Девушки отдыхают — Вычисляю. Знаете ли вы, что если найти точку опоры, можно перевернуть весь земной шар? — Перевернуть земной шар? — Угу. В этой мыслишке кое-что есть из древнего разговора. — Не троньте, не троньте его кругов, не троньте кругов Архимеда. — Один из пришлых римлян-врагов с ученым вступает в беседу. — К чему говорить о таком пустяке? — легат вопрошает с улыбкой. — Ты строишь расчеты свои на песке, на почве, особенно зыбкой. — Сказал и услышал ответ старика. — Солдат, вы меня извините, но мудрость жива и в сыпучих песках, а глупость мертва и в граните. — Ты вижу, я мастер красивых слов, легат, — завершил беседу. — Старик, я не трону твоих кругов, — сказал и убил Архимеда. — История мчится на всех порах, одни у нее заботы. Уже Архимеды горят на кострах, восходят на эшафоты. Они, Архимеды, кладут кирпичи другим, уступая победу. И ныне, как прежде, над миром звучат. — Не троньте кругов Архимеда! Туль-Лицицерон был рабом своего красноречия. Гней-Помпей был рабом своего успеха. Юлий Цезарь был рабом своего величия. Один был в Риме свободный человек. Раб Спартак. — Послушайте, Ньютон, а как вы сделали это свое открытие, о котором теперь столько разговоров? — Да так, обыкновенно. Просто стукнуло в голову. Они стояли каждый в своем дворе и переговаривались через забор по-соседски. Что стукнуло в голову? — Яблоко. Я сидел, а оно упало с ветки. Сосед задумался, а потом сказал. — Признайтесь, Ньютон, это яблоко было из моего сада. О, видите, ветка свешивается к вам во двор. А вы имеете привычку здесь сидеть. Я это давно приметил. Ньютон смутился. Чуть слова не помню, что это было за яблоко. На другой день, когда Ньютон пришел на свое излюбленное место, ветки яблони там уже не было. А за забором под яблоней сидел сосед. — Отдыхаете? — спросил Ньютон. — Угу. Так и сидели они каждый день, Ньютон и его сосед. Ветка была спилена. Солнце обжигало Ньютонову голову, и ему ничего не оставалось, как заняться изучением световых явлений. А сосед сидел под своим деревом и ждал, пока ему на голову упадет яблоко. Может быть, оно и упало, потому что яблок было много, и все они были свои. Но сейчас это трудно установить. Имени соседа не сохранила история. От великого до смешного один шаг, сказал как-то Наполеон, и все-таки не сделал этого шага. Но у Наполеона были последователи. И в декабре не каждый декабрист трещит огонь и веет летним духом. Вот так сидеть и за оконный свист, метельный свист ловить привычным ухом. Сидеть и думать, что вокруг зима, что ветер гнет прохожих, как солому, поскольку им не достает ума в такую ночь не выходить из дома. Подкинуть дров, пижаму запахнуть, лениво ложкой поболтать в стакане, хлебнуть чайку, в газету заглянуть, какая там погода в Магадане, и снова слушать за оконный свист и задремать до самого рассвета. Ведь в декабре не каждый декабрист трещит огонь. У нас в квартире лето. Субтитры создавал DimaTorzok